Профпатология, гастроэнтерология, эндокринология, нейротравма. А еще где-то здесь находились кабинеты рентгена и физиолечения. В таком состоянии приемное отделение экстренной помощи для нейрохирургических больных национального госпиталя находится уже больше одного года. Частично выполнявшиеся небольшими бригадами ремонтные работы в декабре остановились совсем. Продолжились лишь неделю назад. По словам рабочих, подрядчики погасили задолженности по зарплатам и завезли материалы. Но даже сейчас, по прошествии года и двух месяцев, с тех пор, как по договору объект должны были сдать, до сих пор неизвестно, когда переехавшие отделения вернутся в свой корпус. Год стабильно еще уйдет. То есть можно сказать два года, да, мне это потребуется? Ну как это все будет, если так и будет? То есть если день не будет, то мы будем сразу, да? Наладили проводку, в части здания восстановили отопление. Кроме сантехников работают сварщики, электрики, отделочники. По словам бригадира Абдумалика Мерзаева, на данный момент ремонтные работы выполнены только на треть. Здесь больше 10 человек работает, наверху еще столько же. В общем, человек 26. Если завтра-послезавтра материалы подвезут, еще люди подключатся. На каждый блок по 20 рабочих, когда полностью отопление подключат. В ноябре прошлого года на компанию подрядчика было заведено уголовное дело. Но строителям дали испытательный срок на один месяц. Перед Новым годом, ввиду того, что практически ничего не изменилось, по обвинению в мошенничестве, обоих подрядчиков взяли под стражу. Они в заключении находились, два руководителя вот этой подрядной организации. Один из них так и находится еще под стражей. Второй вышел и сразу активно, неделю назад, изъявил такое желание, что он теперь уже осознал, как говорится, он понял, что насколько сложно сейчас в первую очередь больным, персоналу работать в таких стесненных условиях. Для того, чтобы осознать это, понадобилось около 20 дней ареста. По словам Динары Сагинбаева, теперь вышедший на свободу подрядчик обязуется закончить работы хотя бы в половине корпуса в течение месяца. Между тем, почти одновременно с возбуждением уголовного дела, нацгоспиталь подал гражданский иск о расторжении договора с подрядчиком. Если суд удовлетворит жалобу руководства медучреждения, для завершения ремонтных работ они проведут новый тендер. Тем временем больные пяти отделений продолжают ютиться в старом корпусе отделения урологии, которое до этого пустовало почти два года. Еще три отделения терапевтического профиля временно разместились в госпитале инвалидов. Бот Исайф, Александр Симонов, НТС.